Доброе утро! Меня зовут Сергей Малозёмов. В эфире «Еда живая и мёртвая» – программа, в которой я научными методами проверяю все блюда и продукты. Полезные они или нет? Что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше? Сегодня в программе. Полезные продукты для каждого свои? Какие открытия генетиков помогут нам лучше подобрать рацион? Кофе – очень показательный пример, как генетика может диктовать изменения в рационе. Работают ли диета по группе крови и отпечаткам пальцев? Пятёрка недели. Мифы о еде. Убивают ли нас дрожжи, пальмовое масло и ГМО? Все дрожжи – это всё равно, что труб гниющий есть. Можно ли есть много яиц? И правда ли тростниковый сахар полезнее обычного? Что говорит наука? Морковь. Правда ли она лечит рак? И можно ли есть ботву? Я была в отчаянии. Я проплакала несколько дней. Мы приготовили из морковки первое, второе и десерт. А также, как всегда в финале программы, рецепт недели. Нечто красивое и несложное по мотивам одной из тем выпуска. Что именно, увидите уже очень скоро. Недавно увидел в одном научно-популярном журнале броский заголовок. Полезной еды не существует. По крайней мере, для каждого она своя. Ну, преувеличение, конечно, но доля истины в этом есть. Индивидуальный, генетический, подборный лучших именно для вас продуктов. Новая услуга, которую уже вовсю предлагают диетологи, в том числе и в России. Несколько лет назад мир захватила мода на диету по группе крови. Там делили людей на охотников, первая группа крови, земледельцев, вторая, кочевников, третья и четвертую группу горожан. Охотникам предлагалось есть мясо, земледельцам овощи, кочевникам все, кроме молока, горожанам нельзя было красное мясо и грибы. Сейчас мода несколько схлынула, потому что диета, конечно, не работает. Она не основана ни на какой науке. Как и поветрие последнего времени, псевдогенетический анализ по отпечаткам пальцев. За это берут немалые деньги, представляя последним достижением науки. Это вообще не генетические тесты. Это некое гадание по популярным линиям. К генетике это не имеет никакого отношения. А что же говорят настоящие ученые? Почему кто-то ест все подряд и не толстеет? А кому-то приходится лишать себя сладкого, ужинать не позже шести и все равно поправляться? Генетик из Лондона Тим Спектр нашел как минимум один из вариантов ответа. Зачастую в организме худых более активна амилаза, фермент, расщепляющий углеводы. Спектр обнаружил определяющие это гены стройности, когда изучал неодинаковых, то есть разнояйцевых близнецов. Они были одного возраста, росли вместе и питались более или менее одинаково, но и гены, и вес у них были разные. Я вспоминаю вот эту пару. У них была разница в 15 килограммов веса и четкое отличие в амилазных генах. Шесть копий против девяти. Значит ли это, что против судьбы не попрешь? Конечно нет, уверена врач Ксения Селезнева. Сделав себе генетический анализ, она увидела неутешительную картину, поменяла в жизни многое и находится в отличной форме. Что же Ксения сделала? Обязательно расскажем. Вообще, то, что одни и те же продукты вызывают у разных людей неодинаковую реакцию, известно давно. Например, молоко. По последним данным, до 40% россиян не переносят содержащуюся в нем лактозу и страдают от расстройств пищеварения, сами не понимая почему. А все дело в эволюции. У первобытных людей всех до единого способность переваривать лактозу терялась при выходе из младенческого возраста. Это абсолютно правильно с точки зрения эволюции, потому что ребенок должен вовремя отлучиться от грудного вскармливания. Но с одомашниванием скота закрепилась такая мутация у людей, которая позволяет переваривать молочный сахар до пенсии. Считается, что мутация эта возникла где-то в Северной Европе. Поэтому там и наблюдается наибольшая концентрация хорошо переносящих молоко людей. Случайный генный сбой оказался полезным, потому что расширил диапазон доступной пищи. На северо-западе Европы, например, в Дании и Голландии почти 100% взрослых людей могут пить молоко. А вот в Южной Европе значительная часть людей уже молоко не переносит, до 70%. Например, в Италии. Поэтому в Древнем Риме, в античное время, молоко использовали в качестве слабительного. Об этом есть записи на латыни. Чтобы узнать, что о лактозе думает ваш организм, достаточно сдать несложный и не очень дорогой анализ. Кроме молочной, генетики умеют тестировать человека и на другие виды непереносимости. К ним относятся, например, кофе, к которому мы еще вернемся, глютен, он содержится в пшенице и других злаках, и алкоголь. Кому-то достаточно выпить одного бокала вина, и недомогание появится. Это зависит от скорости обмена алкоголя, превращения спирта в промежуточный продукт, который токсичный, ацетальдегид. У некоторых людей превращение вот этого вредного ацетальдегида происходит очень медленно. У него происходит накопление и накопление вот этого токсичного промежуточного продукта, что, собственно, и вызывает симптомы отравления алкоголем. Я лично во время съемок фильма «Ген пьянство» сдавал такой анализ и выяснил, что мне алкоголь не приносит радости, потому что я принадлежу к 10% россиян, у которых именно такой генный вариант. Его еще называют азиатским, когда спирт из крови быстро уходит, мало веселит и, наоборот, быстро копятся продукты распада. В Китае, Корее и Японии таких людей более 70%, что неудивительно. Исторически для обеззараживания воды там применяли не алкоголь, как в Европе, а приготовление чая. Изучать свои гены вообще интересно. Вот, например, москвич Павел заказал себе такое обследование и узнал, что у него не просто дурная сердечно-сосудистая наследственность, а еще и особо плохая реакция на кофе, который он очень любит. Хотелось бы, в принципе, понять, каким образом с этим жить. Кофе в последнее время наука реабилитирует. Масса исследований говорит о том, что примерно 3-5 чашек кофе в день для большинства людей – это хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы, и такая доза улучшает здоровье и продлевает жизнь. Но так не у всех. Кофе – очень показательный пример, как генетика может диктовать изменения в рационе. Важным фактором является то, насколько быстро у вас выводится из организма кофеин. За это отвечает фермент в печени. Он превращает активный кофеин в его неактивную форму. По данным генетического теста, Павлу с этим ферментом не повезло. Он работает совсем медленно. Кофеин так долго остается в крови, что успевает поднять давление до опасного предела, что грозит сердечно-сосудистыми патологиями. Может дойти и до инфаркта. У тех, кто имеет быстрые версии фермента, эффект от употребления кофе скорее положительный, так сказать, закаливающий. А у людей, у которых кофеин выводится медленно, возрастает риск влияния на сердце, если они употребляют более двух чашек, то есть 200 миллиграммов кофеина в день. Дайва Нильсон занимается наукой в медицинской школе Гарварда и преподает предмет «Пищевая токсикология» в Университете Торонто. Она говорит, что уже многое поменяла в своем рационе после генетических анализов. Самое главное, иногда наука даже позволяет подобрать более-менее точную, оптимальную дозу какого-то продукта. В случае Павла речь о кофеине. Вскоре на ваших глазах специальный эксперимент покажет, сколько ему можно. Вообще изучение собственных генов может дать самую неожиданную информацию о здоровье. Например, Кристина после анализа выяснила, что причина ее неважного самочувствия и даже сердечной аритмии – продукты, богатые железом – красное мясо и печень. Можно сказать так, что у вас сломался датчик железа в организме, и железо у вас постоянно всасывается, то есть как будто бы есть постоянная потребность. Хотя на самом деле это не так. Избыточное количество железа могут накапливаться в печени, в сердце, в суставах. Это заболевание называется гемохроматоз. Удивительно, но при таком диагнозе опасным оказывается витамин С, который для большинства людей, наоборот, полезен. Поэтому необходимо Кристине ограничить продукты, содержащие большое количество витамина С. Это не только цитрусовые, но и, например, шиповник, клубника и петрушка. Ученые собирают международные симпозиумы, надеясь в ближайшее время выяснить, как с помощью генетической диеты продлить жизнь, а возможно и победить наследственные болезни, связанные с обменом веществ, и мировую эпидемию ожирения. Я вижу здесь массу новых возможностей. В прошлом советы врачей и диетологов совершенно не учитывали генетические особенности человека. Сейчас мы имеем не только интересную для науки, но и весьма полезную для конкретных людей информацию, и это многое меняет. Пациенты будут получать персональные сведения, которые позволят им осознанно выбирать ту или иную диету, чтобы надолго сохранить здоровье. Но вот вопрос. Стоит ли платить за эти анализы сейчас, на современном уровне развития науки? Более-менее развернутый генетический паспорт в московских клиниках и лабораториях стоит минимум 28 тысяч рублей. Даст ли он конкретную информацию и дельные советы, которые помогут сохранить здоровье и молодость? Об этом во второй части нашего расследования. Мы узнаем, какие выводы сделала из расшифровки собственной ДНК врач Ксения Селезнева и что помогает ей держать себя в форме? А еще мы подберем индивидуальную дозу кофеина для нашего героя Павла и узнаем, действительно ли полезных продуктов нет. Точнее, для каждого они свои. Это еда живая и мертвая. Далее в нашем выпуске. Пятерка недели. Самые популярные мифы о еде. Пальмовое масло, конечно, делают не из стволов пальм, как многие думают, а из плодов, которые на этих масличных пальмах растут. Что наука знает о пальмовом масле, ГМО, дрожжах и тростниковом сахаре? История женщины, которая уверяет, что вылечила рак с помощью морковного сока. Стоит ли верить? Конечно, у меня не было уверенности, что морковь поможет. Только надежда. Что о влиянии моркови на здоровье на самом деле знает наука? И как необычно можно приготовить и корешки, и вершки. А также в финале программы традиционно красивый рецепт недели и продолжение нашего главного расследования выпуска. Индивидуальный подбор продуктов. Стоит ли платить за генетические анализы, чтобы улучшить здоровье и похудеть? В эфире «Еда. Живая и мертвая». Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Вопрос-то, конечно, непростой. К тому же окутанный массой мифов, которые мы, по мере сил, вооружившись наукой, пытаемся развеивать. Вот пять популярных пищевых заблуждений. Миф номер один растет в сознании людей буквально как на дрожжах. Собственно, их он и касается. Говорят, дрожжи опасны для здоровья. Все дрожжи – это всё равно, что труп гниющий есть. То есть это для православного человека вообще недопустимо. Ну а для всех остальных людей – это повод для раковых опухолей. Страх вызывают пекарские дрожжи. Так называемые термофильные дрожжевые грибы, которые якобы не разрушаются при высокой температуре и продолжают свою жизнедеятельность и внутри нас. Это абсолютный миф, который не имеет под собой никакой основы. Пекарские дрожжи, которые используются для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, они не являются какими-то опасными для нас микроорганизмами. Более того, они могут синтезировать и полезные вещества, в частности, витамины группы В. И не нужно их бояться. Мы даже специально провели экспертизу, сдав в лабораторию несколько видов хлеба – дрожжевого и бездрожжевого. Ни в одном из готовых изделий грибков не оказалось. Готовые дрожжевые клетки погибают при выпечке хлеба. То есть в готовом выпеченном хлебе живых дрожжей нет, потому что 100 градусов температура в центре мякиша, она более чем достаточна для того, чтобы они все погибли. Бездрожжевой хлеб ничем не полезнее обычного. Вот что говорит наука. А еще она призывает не бояться пальмового масла, против которого в последнее время развернута целая компания. Якобы в организме человека оно не переваривается, а в Россию везут только то, чем в Европе смазывают рельсы. В реальности, когда начинаешь разбираться, все совсем не так. Пальмовое масло, конечно, делают не из стволов пальм, как многие думают, а из плодов, которые на этих масличных пальмах растут. Вот так, гроздьями. А плод на среде выглядит следующим образом. У него масло не только в мякоти, но и в косточке, вот в ее середине. Хорошо видно. Это все одно сплошное масло. Вот в чем секрет высокой урожайности и, соответственно, очень низкой цены. Именно поэтому пальмовое масло и захватило мир. Индонезия. Мировой лидер по экспорту пальмового масла. В специальном исследовательском институте и на заводах на острове Суматра мы посмотрели, как исходное пальмовое масло разделяют на огромное количество фракций. Одно используется для пищевых продуктов, второе действительно для технических нужд. Это разные масла, и выдавать одно за другое просто не имеет смысла. У них разные свойства. Слухи о том, что одно и то же масло входит в состав и топлива, и детского питания, являются неправдой. Более того, детское питание стало даже лучше после начала массового использования пальмового масла. Мы пальмовым маслом, являющимся ценным источником необходимых нам конфигураций пальмитиновой кислоты, восполняем ту жировую составляющую, которая строго необходима ребенку для его развития. Та самая пальмитиновая кислота, между прочим, входит и в состав грудного молока. Смеси на ее основе чаще всего ругают за то, что кальций из них усваивается хуже, чем из традиционных. И это правда, но лукавая, потому что кальция в итоге ребенок все равно получает достаточно. Ключевой момент не в том, сколько процентов кальция усвоилось, а сколько грамм кальция усвоилось. И в этом смысле правильно сбалансированная смесь на основе пальмового масла, она ничуть не хуже других смесей, ничуть не хуже грудного молока. Другой вопрос, что недобросовестные производители молочных продуктов нередко пользуются заменителями жира на основе пальмового масла. Это тоже ничем не вредно для здоровья, даже наоборот, но на вкусе и правда отражается не лучшим образом. Яйца. На протяжении десятилетий репутация этого продукта была, мягко говоря, потухшей. Главные опасения вызывал холестерин, которого в самом деле много в желтке. Но в последнее время выяснилась правда. Оказывается, для здоровых людей пищевой холестерин ничем не опасен. Он почти не влияет на уровень этого вещества в крови. И сами ученые теперь снова едят яйца и ничего не боятся. Суточное количество холестерина в пище, например, Американская сердечная ассоциация, теперь вообще не ограничивает. Целых 20 лет я вообще не ел яйца. Нам твердили, что в них слишком много холестерина. Но последние исследования показывают, что на уровень холестерина в крови влияют насыщенные и трансжиры, то есть мясо, молоко, маргарин, но не холестерин в еде. Так что теперь я снова ем яйца. Моя жена добавляет их в выпечку. Этот продукт вернулся в мой рацион. В яйцах много пользы, а уж рецептов на их основе. Столько, что продукт точно не надоест. Мы находимся в очень модном ресторанчике в центре Парижа, в Сен-Жермен-де-Пре. Тут на вход всегда стоит очередь. Все жаждут попробовать эти блюда, которые они готовят исключительно из яиц. Украшают, конечно, чем-то вокруг, но центр этой кухни именно яйца. Французы, конечно, невероятные придумщики во всем, что касается еды. У них более 500 способов приготовить яйца. Я выбрал французскую классику – кокот. Это яйцо, запеченное в форме кокотницы, с добавлением большого количества сливок. Это создает непередаваемо мягкую кремообразную текстуру. Видите пускую тарелку? Этот парижский кокот был, наверное, самым нежным блюдом из яиц, которое я когда-либо пробовал. Вообще, не пересушить, не сделать слишком жестким. Вот главная опасность, когда готовишь яйца. Здесь ее успешно избежали. Все боятся ГМО. А наука, опираясь на огромное количество исследований, уверенно говорит, еда, выращенная с применением генной инженерии, ничем не отличается от обычной. Просто вообще ничем. Кроме того, что она дешевле, при ее производстве используется меньше ядохимикатов, и нередко она богаче полезными веществами. А то, что гены изменены, так их и обычная селекция меняет. И вообще мы едим столько всего генетически разнообразного, и это никак нас не меняет. У нас ни хвоста, ни пятачка, хотя мы, думаю, десятки, можно сказать, тысяч лет уже, по крайней мере, 10 тысяч лет как минимум питаемся селеньей. И зачастую не прожаренные, не сваренные. Как вы знаете, первобытные люди вообще сырую ели, но у них ни шерсти, ни мамонтовских бивней не выросла. Прицельное изменение генов позволяет делать растения устойчивыми к вредителям и болезням, как вот эта соя, обогащать витаминами и антиоксидантами, как вот эти помидоры. Более того, инсулин для больных диабетом сейчас производят исключительно при помощи генно-модифицированных бактерий. А безопасность этой еды многократно проверена, в том числе в российском НИИ питание, на многих поколениях лабораторных животных. Исследования, пугающие чем-то обратным, не более чем фальшивка. Есть заключение Всемирной организации здравоохранения. Это огромный доклад. Результат десятилетних исследований учеными в разных странах мира. Общемировые исследования. В 2005 году была публикована. Главный вывод доклада звучит очень точно. Не существует ни одного риска при потреблении ГМО-пищи для человеческого организма, отличного от традиционных аналогов. Ну а страны, которые запрещают выращивание генно-модифицированных культур, делают это в попытке позиционировать свою продукцию как более экологичную, что, конечно, бизнес, а к здоровью отношения не имеет. На сладкое мы оставили миф о тростниковом коричневом сахаре. Многие верят, что он полезнее обычного белого, потому что сохранил какие-то живые вещества из сахарного тростника, которые я, кстати, пробовал на вкус на плантации в американском штате Луизиана. Сладкий. Коричневый сахар – это нерафинированный тростниковый, то есть тот, что не прошел многократную очистку. В теории и стоить он должен дешевле, но его сделали модным продуктом. От этого и цена стала выше. Человек готов платить за легенду. Есть легенда о коричневом сахаре, но, по сути своей, это все равно та же сахароза, только в несколько ином представлении. Мы сдали на исследование несколько видов тростникового сахара и обнаружили, что его нередко подкрашивают патокой, да и пользы там с гулькин нос. Не нужно требовать от сахара коричневого каких-то суперполезностей, потому что для того, чтобы получить, например, действующую дозу витамина группы В с употреблением сахара, ну, нужно его съесть граммов 800 килограмм в сутки. А разрешенный врачами максимум потребления для взрослого человека сейчас – это 5% от суточного энергобаланса, то есть около 36 граммов в сутки для мужчин и 20 для женщин. А если превышать будет масса болезней – от ожирения и диабета до инфаркта и инсульта. Итак, еще раз. Не верьте интернету. Дрожжевой хлеб не опасен, все грибы погибают во время его приготовления. Пальмовое масло не хуже любого другого растительного, а в чем-то даже превосходит популярные сорта. Холестерин в составе яиц не опасен. Вред ГМО – всего лишь миф, абсурдность которого доказана наукой. Ну а коричневый сахар также вреден, как и белый. Это еда живая и мертвая. Далее в нашем выпуске. Морковь. Правда ли лечит от рака? И можно ли есть ботву? Она нежная, ароматная, и ей можно заменить привычный укроп, петрушку. Полезные продукты. Для каждого свои. Разбираемся, стоит ли платить за индивидуальный генетический подбор еды. Хотелось бы, в принципе, понять, каким образом с этим жить. А также рецепт недели. Как всегда, мы подобрали нечто красивое и несложное по мотивам одной из тем выпуска. Все станет понятно из видео длиной всего в одну минуту. В эфире «Еда живая и мертвая». Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Меня зовут Сергей Малоземов. Полезное и вкусное совершенно не обязательно должно стоить дорого. У меня лично в этом нет никаких сомнений. Ну вот, например, из простой морковки можно приготовить и первое, и второе, и десерт. Ну а польза? Про нее пусть расскажут ученые. С их помощью мы разберемся и в истории женщины, которая уверяет, она вылечила благодаря морковному соку безнадежный рак. Я была в отчаянии. Я проплакала несколько дней. А еще в нашем морковном обеде из трех блюд мы будем использовать не только корешки, но и вершки. Ботву, оказывается, тоже едят. Но сначала об исторических корнях. Если присмотреться к старой европейской живописи, можно заметить, на некоторых полотнах морковь имеет довольно странный цвет, далекий от современного. Сорта белой и другой чудной моркови можно найти и сейчас. Но привычно нам, конечно, совсем другая окраска этого корнеплода. А знаете, почему морковка оранжевая? Возможно, к этому имеет некоторое отношение голландская королевская династия аранских. Она царствует до сих пор. Вот рабочий дворец нынешнего короля Вильяма Александра в Гааге. А в конце 17 века правил он, Вильгельм Аранский, впоследствии также ставший королем Англии Вильгельмом III. Официальным цветом династии аранских всегда был оранжевый. А вот морковка изначально была белой, желтой, красной, даже фиолетовой. Такой ее привезли в Европу из Ирана и Афганистана. И только в 17 веке голландские садовники вывели, наконец, оранжевый сорт. Зачем? Ну, скорее всего, просто так оказалось вкуснее. Но по одной из версий это сделали, чтобы понравилось ему, оранжевому принцу. Отношение к моркови на кухне менялось много раз. От презрительного конский корм до восторженного, как сейчас. И речь не только про кулинарное применение. Американка Энн Кэмерон даже утверждает, и книгу про это написала, что один только морковный сок за 8 месяцев излечил ее рак четвертой стадии. Опухоль толстого кишечника с метастазами в легких. Конечно, у меня не было уверенности, что морковь поможет. Только надежда. Энн рассказывает, что прочитала в интернете о научной работе, показавшей антираковый эффект моркови в опытах на животных. И принялась пить каждый день сок из двух с лишним килограммов моркови. Это примерно 5 стаканов сока, больше литра. Конечно, такое количество выпить за раз мне было не по силам. Я пила сок в течение всего дня перед едой. В итоге она получила быстрый результат, который, правда, доктора трактуют однозначно. Помогла, конечно, никакая не морковь. Ее затемнения в легких не были подвергнуты биопсии, и диагноз рак по их поводу никогда не был подтвержден. Это могло быть что угодно. Ну а основная опухоль в кишечнике к тому моменту уже была прооперирована, и выздоровлению не помешало даже то, что Энн отказалась от дополнительной химиотерапии. Ей повезло. А вот многим из тех, кто пытается лечить рак по ее методу, везет не очень. Она и сама в этом признается. Мне написал мужчина из Австралии, что морковный сок ему не помог. Он пил его 8 недель, но опухоль продолжала расти. Но он сказал, что стал чувствовать себя гораздо лучше и продолжает пить сок, потому что это помогает легче переносить химиотерапию. Легендарный глава компании Apple Стив Джобс, кстати, тоже ел много моркови. Она вообще была его любимым овощем. Но закончилось все плохо. Надеясь на духовные практики и сыроедение, гений электронного дизайна, заболевший раком, упустил время, несколько месяцев, и не сделал операцию, когда она бы еще помогла. Ну а что это за научная работа, которая возбудила в Энн интерес к моркови? Автор этого действительно проведенного исследования – британский физиолог Кирстен Брант. Она кормила мышей с искусственно вызванным раком кишечника большими дозами сушеной моркови и зафиксировала больший эффект по сравнению с обычным питанием. Внимание! Только по сравнению с обычным питанием, а вовсе не с лечением – препаратами с доказанной эффективностью. В интервью нашей программе профессор Брант сказала, что, разумеется, не рекомендует морковью заменять терапию. Но вот создать на основе этих опытов новое лекарство, возможно, и правда удастся. Вещество в моркови, которое помогает бороться с раковыми клетками – фалкоренол. В природе оно защищает морковь от грибковых заболеваний, своего рода природный пестицид. Наши многочисленные исследования на мышах показали, что фалкоренол помогает и бороться со злокачественными опухолями. Слишком много моркови – это может быть даже опасно. Сок из неё – тяжёлая нагрузка на поджелудочную железу. И есть ряд болезней, при которых этого продукта вообще стоит избегать. Это острый процесс или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта в силу того, что морковь – это источник не только растворимых, но и нерастворимых пищевых волокон. Но в умеренных количествах морковка – это, конечно, очень полезная штука. Стоматологи, например, рекомендуют чаще грызть её в цельном виде – укреплять зубы. Сейчас, когда человек потребляет достаточно мягкую пищу, термически обработанную, совершает недостаточное количество жевательных движений. Нагрузка на парадонт, то есть ткани, которые окружают зуб, она недостаточная. Здесь с помощью морковки мы можем, изменив культуру питания, принести достаточно большую пользу. И то, что морковка полезна для глаз – это не бабушкины сказки, а научно доказанный факт. Всё благодаря бета-каротину, который в нашем организме перерабатывается в витамин А. Его недостаток нарушает зрение в темноте – это так называемая куриная слепота. Она встречалась в военные годы из-за плохого питания. Сейчас такого, конечно, не бывает, но морковку всё равно стоит есть регулярно. И не надо надеяться получить много пользы из морковного сока в пакетах. Мы сдали его на анализ в сравнении со свежевыжатым. И оказалось, в пакетах куча сахара, а вот витаминов остаётся очень мало. Содержание бета-каротина в соке прямого отжима примерно в 6 раз больше, чем содержание его в нектарах. Содержание сахара в представленных образцах колеблется в пределах от 9 до 12 грамм на 100 миллилитров. И меньшее его содержание находится именно в соке прямого отжима. Многие, впрочем, любой морковки боятся. Известно, что этот овощ легко впитывает в себя нитраты, которых недобросовестные производители могут сыпать слишком много, чтобы быстрее росло. Мы провели закупку. Взяли несколько образцов моркови из дешёвых и дорогих магазинов, а также с рынка. Что получилось, узнаете совсем скоро. А сейчас обещанный морковный обед. Шеф-повар Кирилл Еселев говорит, что морковь настолько податлива в гастрономическом смысле, что приготовить из неё можно и первое, и второе, и десерт. Итак, по порядку. Не все любят морковь в супе, тем более как основной ингредиент. Но мы с вами приготовим очень вкусный суп из моркови за счёт того, что добавим туда такие прекрасные специи, как карри, кумин и кокосовое молоко. Ещё нам понадобятся мёд, оливковое масло, немного имбиря, картошки, белого лука и чеснока. Все овощи чистим, режем кубиками, обжариваем на оливковом масле до мягкости. Воды нам надо добавить ровно литр на килограмм овощей. Тогда консистенция нашего крем-супа будет то, что нужно. Отправляем в кастрюлю все специи, мёд и кокосовое молоко. Варим ещё пару минут и отправляем в блендер. В конце надо добавить сливок. Будет и вкуснее, и полезнее. С жирами бета-каротин усваивается гораздо лучше. На второе – кое-что из морковной ботвы. Может быть, вы и не знали, но она вполне съедобна. Более того, очень полезна. Витаминов там в несколько десятков раз больше, чем в самой морковке. В одной из кулинарных книг 40-х годов было 130 рецептов с этой зеленью. Супы, пироги, каши, десерты и даже несколько вариантов приготовления кваса. Мы остановимся на морковных оладьях с ботвой. Натереть морковку и кабачок на крупной тёрке, чеснок на мелкой. Посолить, добавить сметану, немного муки и перемешать. В наших оладьях я буду использовать ботву молодой моркови. Она нежная, ароматная, и ей можно заменить привычный укроп, петрушку. Не только в приготовлении оладушек, а, например, в любых заправках, салатах. Мелко режем ботву и добавляем к остальным ингредиентам. Жарим, как обычные оладьи, на сковороде в подсолнечном масле. Ну а теперь сладкое. Морковный пирог. Изобретён он был в Италии, а популярность получил благодаря англичанам. В военные годы местные хозяйки открыли, что и без сахара десерты могут быть сладкими. Впрочем, на наш современный взгляд, немного подсластить морковку всё же не повредит. Взбить яйца с сахаром, добавить муку, всё перемешать. Тесто должно получиться чуть жидким, как для шарлотки. Немного разрыхлителя, соли и несладкого йогурта. А также добавим необходимые специи, которые отлично сочетаются с морковью. Например, мускатный орех и корица. Осталось натереть морковь, измельчить орехи и всё соединить. Выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку. Крем можно приготовить абсолютно любой. У нас будет сливочный. Отличный результат. Морковный обед готов. И всё это очень вкусно. Но вот безопасно ли? Напомню, мы сдали несколько образцов моркови на анализ в лабораторию. Нашли ли там нитраты? Возможно, нам просто повезло, но ничего криминального в нашей партии не обнаружилось. Мы проверили 4 образца моркови на нитраты. При норме 250 мг на килограмм 3 образца у нас не превышают 50 мг на килограмм. И один образец 150 мг на килограмм. В данных образцах превышений норм нет. Но ещё раз напоминаем, слишком много моркови есть не стоит. И не только из-за возможных проблем с пищеварением. Плохо всё время налегать на что-то одно, казалось бы, даже полезное. Ну вот я, когда был студентом, одно время переедал морковку. Ну вот, любил каждое утро делать такой салат. Так преподаватели в моём мединституте начали опасливо спрашивать. Молодой человек, у вас не гепатит? Глаза от каротина стали жёлтыми. Оказалось бы, безобидная морковка? Хотя это свойство корнеплода тоже научились использовать во благо. Для красоты фламинго. Розовые птицы в природе приобретают свой цвет благодаря рачкам, которых едят в большом количестве. А в зоопарках того же эффекта добиваются при помощи гораздо более дешёвой морковки. Так что даже животные соглашаются. Морковь – еда живая, а не мёртвая. Это еда живая и мёртвая. Далее в нашем выпуске. Ловушки, которые расставляет наш организм. Как генетический анализ помогает подобрать продукты, полезные лично для вас. И наоборот, не есть то, что вам вредит. А также наш рецепт недели. Традиционное видео длиной в минуту о том, как приготовить что-то интересное. В эфире «Еда живая и мёртвая». Программа, в которой я, Сергей Малозёмов, выясняю, что вредно, а что полезно. Подбор продуктов наилучших именно для ваших генов. Это новая услуга медицинских центров. Чем она на самом деле является? Выкачиванием денег или реальным способом улучшить здоровье? Такова тема расследования недели. И прямо сейчас его завершающая часть. В начале программы мы узнали, что простые генетические анализы иногда могут объяснить плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Достаточно бывает исключить некоторые продукты. Но бывает так всё же нечасто. И надо ли делать расширенный анализ ДНК? Он стоит от 28 тысяч рублей. Врач-диетолог Ксения Селезнёва уверена, что это правильная инвестиция в своё здоровье. И приводит в пример свою собственную историю. Сделав генетический тест, она узнала о предрасположенности к ожирению. Хотя подозревала это и раньше. В принципе, оба моих родителя с избыточной массой тела были до того, как я стала врачом-диетологом. И по идее риски у меня очень велики. Но я знаю, что определяющим является образ жизни. И вот здесь Ксению подстерегал неприятный сюрприз. Что надо есть здоровую пищу, она понимала. Но выяснилось, что режим спортивных занятий у неё подобран неправильно. Как ни странно, гены требуют заниматься не больше, а скорее меньше. Ведь мышцам после занятий требуется отдых. Иначе они не будут расти. И жировые запасы тоже останутся на месте. Мой организм реагирует очень положительно на любую физическую нагрузку. Главное, чтобы это было на регулярной основе. У меня склозит к быстрому сжиганию жира при физической нагрузке. То есть это очень хороший фактор. Главное заниматься, но делать это правильно. То есть Ксения теперь знает о ловушках, расставленных её организмом, и успешно их избегает. Да, прикладывая больше усилий. Но результатом она довольна. Вообще, конечно, гены очень сложным образом взаимодействуют друг с другом, едой, прочими факторами среды. И разобраться в этом хитросплетении может только квалифицированный генетик. Очень важно относиться к тестированию генетическому. Интерпретации результатов этого тестирования относиться осторожно. И это могут делать только специалисты. Проведенный автоматически по какой-то схеме генетический тест может принести как пользу человеку от того, что он действительно узнает и будет следовать определённым рекомендациям, так и вред. Сколько же пить кофе? Наш герой Павел решает этот вопрос по науке при помощи врача-генетика Ирины Жигулиной. Она только что обнаружила в его расшифровке ДНК указание на то, что у Павла повышенная чувствительность к кофеину. Сейчас мы как раз проверим экспериментом, насколько у вас кофеин медленно выводится из организма. Будем измерять артериальное давление до того, как вы выпьете кофе, и после, чтобы вы были мотивированы на то, чтобы действительно следовать этой рекомендации. Ирина тоже участвует в опыте, потому что она генетическая противоположность по отношению к Павлу. Её организм нейтрализует кофеин с такой скоростью, что даже самый крепкий кофе не успевает повлиять на давление и пульс. Выражение «подрящий напиток» для Ирины – пустой звук. Кофе её совершенно не бодрит. И в моём случае кофеин выводится достаточно быстро из организма, и мне можно пить, соответственно, много чашек кофе. Какой вы счастливый человек. И со мной ничего не будет. Через 15 минут давление у Павла подскочило, а у Ирины даже понизилось. Видимо, прошло волнение, связанное со съёмкой. Последующие измерения спустя некоторые промежутки времени показали. Нашему герою, чтобы не иметь проблем с давлением, лучше пить не более одной чашки кофе в день. Есть и другие рекомендации, основанные на анализе его генов. То есть, если я правильно понял, кофе лучше вообще не пить или совсем чуть-чуть, есть больше зелени, и всё будет хорошо. По поводу зелени – это уже другая история. Тест обнаружил у Павла ещё один опасный параметр – склонность к повышению аминокислоты гомоцистеина, что может навредить сердцу и сосудам. Выяснилось, что нужно есть много хороших продуктов. Зелёных, свёклу, например, салат. Хотя, в принципе, руккола сейчас стоит, как цветы для девушки. В свёкле и листовых салатах содержатся вещества, которые нейтрализуют вредные излишки гомоцистеина. И это не обязательно невкусно. Вот, например, идеально целебный для Павла праздничный салат из авокадо, рукколы и зёрен киноа. Я изучила результаты вашего генетического теста и решила сегодня помочь вам приготовить очень вкусный и полезный для вас салат. Каждый ингредиент здесь обоснован, и не просто так находится на этом столе. Это всё связано с особенностями вашей генетики. Для салата нужно отварить киноа, огурцы и авокадо порезать, измельчить рукколу, дать остыть киноа, всё перемешать. В качестве заправки использовать льняное масло с лимоном, тыквенные семечки и семя льна. В первую очередь мне нельзя есть всякие шубы, оливье. Нет, нельзя. Такое типа салаты же можно делать на праздничный стол? Ну, можно. Я думаю, что ваши гости будут удивлены. И я думаю, что им очень понравится. Я очень надеюсь, что огурец – это вообще уникальный продукт, минимум калорий, практически на него не бывает никакой непереносимости. Так что он прекрасно сочетается и с рукколой, и с авокадо. Так как у вас, Павел, по генетическому тесту есть предрасположенность к повышению холестерина вредного, мы знаем, что это плохо, его надо снижать, да? Я рекомендую вам включать в рацион продукты из льна. Льняное масло, льняные семечки, каша существует льняная. Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. Приготовит ли Павел этот салат для новогоднего стола вместо традиционного оливье? Понятно, что перестроить привычки нелегко. Просто должно пройти время для того, чтобы привыкли к такому явлению в нашей жизни, как генетика, генетические тесты, и просто научились этим пользоваться. Мы уже наблюдаем группу людей, которые перестроили свое питание в соответствии с рекомендациями генетических тестов. Наши наблюдения длятся больше года, и я могу сказать, что показатели здоровья в этой группе в заметной степени улучшились и выгодно отличаются от так называемой контрольной группы, где люди просто соблюдают общеизвестные диетические каноны здорового образа жизни, не основанные на генетике. Я считаю, это успешным финалом нашей работы. Итак, наш вывод. Сделать генетический анализ в приличной клинике – не пустая трата денег. Передовые технологии в сочетании со знаниями специалистов действительно способны дать полезную информацию о том, чего избегать, а на что налегать лично вам. Хотя общих принципов здорового питания, основанных на наблюдениях за миллионами людей, никто не отменял. И их не грех еще раз повторить. Меньше калорий, меньше мяса, соли и сахара, больше фруктов и овощей, орехов и семян, и вообще разнообразие. Ну и, конечно, больше физической активности. Вот вкратце то, что отлично работает для большинства людей, какими бы ни были их гены. Смотрите завтра в программе «Чудо техники». Стеклянный утюг, пустотелый фен и другие – лучшие новинки с выставки инженерных достижений в Берлине. Пять удивительных архитектурных проектов. Это правда собираются строить. «Чудо-товары». Проверяем варенье-варку, отпугиватель кротов и браслет, добавляющий жизненной энергии. А также умелец недели, человек, раскрутивший в России модные надувные лежаки. И, конечно, лучшие открытия и изобретения недели. Мы собираем их по всему миру. «Чудо техники» по воскресеньям в 11 утра на НТВ. А в следующую субботу в программе «Еда живая и мертвая». Арбузы. Каковы на вкус оранжевые, зеленые, лунные и желтые сорта? И как со стопроцентным успехом выбрать спелый экземпляр? Уха. Чем отличается настоящее рыбацкое? И зачем на самом деле наши предки стали добавлять туда алкоголь? Пять блюд за пять минут. Правда или нет? Проверяем рецепты из интернета. Это была «Еда живая и мертвая». Программа, в которой наука объясняет, что мы едим и как это влияет на здоровье. Странички «Еды живой и мертвой» есть в Одноклассниках, Фейсбуке и ВКонтакте. Туда, а также на сайт еда.шоу мы выкладываем и сюжеты, и все рецепты, по которым готовили в программе, включая рецепт недели. Его вы увидите прямо сейчас. Меня зовут Сергей Малоземов. До встречи в эфире через неделю в то же самое время, в субботу, в 11 утра, на НТВ. Рецепт недели на этот раз – необычный десерт из моркови, известный как индийская халва. Нам понадобятся морковь, молоко, топленое масло, концентрированное молоко, сгущенка, фисташки и кардамон. Две большие морковки натираем на крупной терке. В сковороде с толстым дном разогреваем топленое масло и тушим морковь до готовности. У нас на это ушло 25 минут. Вливаем в морковку 300 мл молока, 100 мл концентрированного молока, 2 столовых ложки сгущенки и размолотый кардамон. Продолжаем тушить на небольшом огне до полного уваривания молока, около 35 минут. Готовое блюдо можно украсить горстью фисташек. Аромат и вкус невероятные. Приятного аппетита желаем вам мы и шеф-повар Сергей Фадеев. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!